Бехеда к роптавшим на продолжительность поучения и к тем, которые недовольны были краткостью их, об имени Савла и Павла, и о том, для чего первый человек назван был Адамом, что это было полезно и благотворно и к новопросвещенным. Что нам сделать сегодня? Я не пытаюсь распространять слово, но, с другой стороны, смотря на ваше усердие, боюсь сократить поучение, потому что жаждущий, если наперед не увидит, что чаша полна, неохотно поднесет ее к устам. Он хоть и не выпьет ее всю, желает, однако же, видеть ее полную. Поэтому не знаю я, как мне поступить в настоящей беседе. Хочется мне и краткостью слова облегчить ваш труд и обширностью его удовлетворить вашему усердию. Но я часто делал и то, и другое, и ни разу не избегал порицания. Знаешь, что часто я, щадя вас, прекращал слово прежде конца, и на меня поднимали ропот, имеющий душу ненасытимую, постоянно услаждающийся божественными струями и никогда не насыщающиеся те блаженные, которые алчат и жаждут правды. И я, убоявшись их ропота, опять шел дальше, продолжал слово, и за это терпел нарекания, потому что те, кому нравятся краткие поучения, встречаясь со мной, просили щадить их немощь и сокращать слова. Итак, когда вижу, что вам тесно, спешу окончить слово. Но когда примечаюсь, что вы, несмотря на тесноту, не отступаете, а расположены идти дальше, мне хочется дать свободу языку. Тесно мне отовсюду, Даниила, 13-22. Что мне делать? Кто служит одному господину и обязан подчиняться одной воле, тот легко может угождать владыке и не погрешать. А у меня много господ, и я обязан служить такому многолюдству с такими разнообразными требованиями. Впрочем, это сказал я не потому, чтобы тяготился таким рабством, да не будет, и не потому, чтобы желал освободиться от вашего господства. Для меня нет ничего почетнее этого рабства. Не столько царь восхищается диадемой и порфирой, сколько я теперь красуюсь служением вашей любви. Затем царством следует смерть. А этому служению, если оно хорошо будет пройдено, уготовано царство небесное. Блажен раб верный и мудрый, которого поставил Господь давать пищу сарабам его. Истинно говорю вам, над всем имением своим поставит его. Видишь, каков плод этого служения, если оно пройдено будет усердно. Оно поставляет раба над всем имением Господина. Итак, не убегай от служения, потому что служу вместе с Павлом. И он говорит, не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. 2 Коринфянам 4.5 И что говорить о Павле? Если он, будучи образом Божиим, Христос умолил себя, приняв образ раба, то что за важность, если я раб сделался рабом сарабам моим, ради себя самого? Итак, это сказал я не потому, чтобы хотел освободиться от вашего господства, но потому что желаю получить от вас прощение, если предложу трапезу не всем угодную. А лучше сделайте то, что скажу теперь. Вы, не могущие никогда насытиться, но алчащие и жаждущие правды, и требующие продолжительных слов, будьте снисходительны, когда ради немощи братьев ваших обычная мера поучения сокращается. А вы, любящие краткие слова и немощные, потерпите ради ненасытимых ваших братьев. Небольшой труд, нося бремена друг друга, и так исполните закон Христов. Галатам 6.2 Не видите ли, как борцы на Олимпийских играх в самый полдень стоят среди театра на арене, как в печи, и точно медные какие статуи воспринимают солнечные лучи обнаженным телом, и борются на солнце в жару и в пыли, чтобы увенчать лавровыми листьями свою столько вытерпевшую голову. А вам в награду заслушания уготован не лавровый венок, но венец правды. И мы не удерживаем вас до полудня, но, снисходя к вашей немощи, отпускаем вас в самом начале дня, когда воздух еще прохладен и не раскален падением солнечных лучей. Не заставляем вас принимать эти лучи на обнаженную голову, но вводим под этот прекрасный свод, и под кровлею доставляем вам прохладу, стячески заботясь о вашем удобстве, чтобы вы могли долго слушать. Не будем же слабее детей наших, ходящих в школу. Они раньше полудня не смеют возвратиться домой. Только что отставшие от молока, только что отнятые от груди, не достигшие еще пятилетнего возраста, телом молодым и нежным, показывают совершенное терпение, хоть беспокоят их жар или жажда или другое что, но они до самого полудня терпят и переносят, сидя в школе. Так если не другому кому-то этим детям будем подражать мы, мужи, достигшие полного возраста, если у нас не достает терпения слушать слова о добродетели, то кто поверит нам, что мы подымем самые труды добродетели? Если мы так не расположены к слушанию, то откуда видно будет, что мы будем ревностны к делу? Если откажемся от легчайшего, как перенесем труднейшее? Однако ж теснота велика, давка большая. Но послушай, нудящее себя восхищает Царствие Небесное, и узок и тесан путь, ведущий в жизнь. Итак, когда мы идем узким и тесным путем, то и самим нам нужно стеснять и нудить себя, чтобы можно было пройти узким и тесным путем. Кто ширится, тот не так легко пройдет тесным путем, как тот, кто сжимает себя, нудит и стесняет. 113. Да и вопрос сегодня у нас не о маловажных вещах, но о таком исследовании, которое вчера только начато, но не окончено по множеству представившихся предметов. Что же это такое? Мы начали рассуждать о перемене имен, какие Бог дал святым. Предмет этот с первого раза кажется маловажным, но если вникнуть тщательно, заключает в себе великое сокровище. Ведь и в золотоносную землю в рудниках люди, неопытные и рассматривающие без внимания, считают только обыкновенной землею, не заключающей в себе ничего более, как и всякая другая земля. Но кто рассматривает ее опытным глазом, те понимают достоинства этой земли и, бросив ее в огонь, открывают все ее превосходство. Так в отношении к Божественному Писанию. Те, которые читают слова без внимания, думают, что это простые слова, и нет в них ничего особенного. А рассматривающие их очами веры, испытывая их огнем духа, как те орудиями искусства, легко увидят все заключающееся в них золото. С чего началось то исследование? Мы ведь не без причины пустились в это рассмотрение, чтобы кто-нибудь не стал упрекать нас в непоследовательности. Нет, мы захотели рассказать о делах Павла по случаю чтения Деяния Апостольских и коснулись начала этой истории. А начало повествования нашли вот какое. Стал же, дыша угрозами и убийством на учеников Господних. Вас тотчас поразила перемена имени, потому что во всех посланиях и в их вступлениях находим, что он называется не Савлом, а Павлом. И это, перемена имен, было не с ним одним, но и со многими другими. И Петр прежде назывался Симоном, и сыны Зеведеевы, Яков, Ян, переименованы после сынами Громовыми. Да и в Ветхом Завете известно, тоже было с некоторыми. Так Авраам, прежде называвшийся Авраамом, после наименовался Авраамом. И Сара прежде называлась Сарою, а после названа Саррою. И Яков после данное имя Израиля. Так мне показалось неприличным пройти без внимания такое сокровище имен. Это же бывает и с светскими начальниками, и у них употребляются двойные имена. Смотри, например. Принят, говорит, было сказано, Феликсом, Портием. И еще. Про консул Сергий Павел, и тот, который предал Христа и Иегеям, назывался Понтием Пилатом. И не только у начальников, но и у воинов часто двойные имена. Да и у частных людей по некоторым причинам и обстоятельствам бывают двойные названия. Но что касается до них, нам никакой нет пользы доискиваться. Почему они так названы? А когда дает имя Бог, то надо бы показать все усердие, чтобы найти причину. Бог обыкновенно ничего не говорит, не делает без причины и без намерения. Но все и говорит, и делает свойственному ему премудростью. Итак, почему Павел назывался Савлом, когда гнал церковь, и переименован в Павла, когда уверовал? Некоторые говорят, что доколе он возмущал, колебал и приводил в беспорядок все, и волновал церковь, до тех пор назывался Савлом, имея название по своему делу, по тому самому, что волновал церковь, и как оставил эти неистовства, перестал возмущать, прекратил брань, кончил преследование, и переименован Павлом от того, что перестал. Но такое объяснение неосновательное, несправедливо. И я выставил его для того, только чтобы вы не увлекались пустыми толкованиями. Во-первых, это имя Савла дали ему родители его, которые не были пророками, и не предвидели будущего. Потом, если бы он назывался Савлом, потому что волновал и возмущал церковь, то следовало бы ему и сложить имя тотчас, после того, как он перестал возмущать церковь. Но вот мы видим, что возмущал церковь, он перестал, а имени не оставил, но еще назывался Савлом. И чтобы вы не подумали, будто я говорю это, обманывая вас, расскажу вам об этом сначала. Вывели, говорится, Стефана, и побивали его камнями, а свидетели положили одежды свои у ног юноши именем Савла. И опять Савл же одобрял убийство его и в другом. Савл терзал церковь, ходя в домы влача мужчин и женщин, и еще Савл же еще дышал угрозами убийства на учеников Господних, и опять слышит голос, говорящий ему, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Так сих пор уже следовало бы ему сложить имя, потому что он перестал гнать. Что же, тот числ он сложил? Никак. И это видно из последующего. Смотрите, стал же Савл с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И еще, сказал Господь Анани, пойди на улицу, называемую прямую, и войди в дом Иудин, найдешь Савла. И опять вошедший Анани сказал, Брат Савл, Господь, появившийся тебе в пути, повелел мне прийти к тебе, чтобы ты прозрел. Потом он начал проповедовать и привел в смущение иудеев, и однако же в это время не сложил имени, но еще назывался Савлом. Известно, говорит, в Писании, сделался Савлу совет иудеев. И если только называется он так, нет, но был, говорится, голод, и угодно было послать Иерусалим на службу святым. Послали же рукою Варнавы и Савла. Вот уже он служит святым, а еще называется Савлом. И после этого Варнава пришел в Антиохию и увидел там благодать Божию и множество бывших там верующих. Пошел в Тарф искать Савла. Вот и обращает многих, а именуется Савлом. И еще, было, говорится, в церкви в Антиохийской, пророки и учители, Симеон, называемый, Нигер, и Луки, и Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Савл. Вот он взялся и учителем, и пророком, и звался еще Савлом. И опять, когда они постились, то Дух Святой сказал им, отделите мне Варнаву и Савла. 116. Вот и отделяется он Духом, а имени еще не слагает. Только тогда, когда он пришел в Саламин, когда нашел Волхва, тогда Лука говорит о нем, Сал же, который есть Павел, исполнился Духа Святого, и сказал, здесь-то было начало переименования. Не поскучаем же этим исследованием об именах, ведь и в житейских делах отыскание имен очень важно. Оно нередко возобновляет знакомство спустя много времени, открывает забытое родство, разрешает судебные споры, прекращает ссоры, потушает войны, и бывает причиной примирения. Если же открытие имен так много значит в житейских делах, тем более в духовных. Впрочем, прежде всего, надо бы с точностью разграничить самые вопросы. Итак, спрашивается, во-первых, до чего некоторым из святых Бог давал имена, а другим не давал? Действительно, и в Новом и Ветхом Завете Он не всем святым сам дал имена. А что было в Новом Завете тоже и в Ветхом, для того, чтобы ты знал, что один Господь обоих заветов. Так в Новом Завете Христос наименовал Симона Петром и сынов Зередеевых, Якова и Иоанна, сынами Громовыми. И только их одних, а из прочих учеников, никого не оставил их с теми же именами, какие сначала дали им их родители. А в Ветхом Завете Бог переименовал Авраама и Якова, но не переименовал ни Иосифа, ни Самуила, ни Давида, ни Илью, ни Елисея, ни других пророков, а оставил их с прежними именами. Так первый вопрос тот, для чего одни из святых переименованы, а другие нет? Второй за ним, тот для чего из этих переименованных одни получили имя в зрелом возрасте, а другие сначала и даже до своего рождения? Петра, Якова и Иоанна Христос переименовал в зрелом их возрасте, а Яну Крестителю дал имя еще до его рождения. Пришел ангел Господний и сказал, не бойся, Захария, жена твоя или совета родит сына, и наречешь имя ему Иоанн. Видишь, имя дано до рождения? Это было и в Ветхом Завете. Как в новом, Петр, Яков и Иоанн переименованы и стали называться двояким именем в зрелом возрасте, а Иоанн Креститель получил имя прежде самого зачатия и рождения. Так и Ветхом Авраам и Яков переименованы в зрелом возрасте, потому что один прежде назывался Авраамом, а потом назван Авраамом, а другой прежде именовался Яковом, потом назван Израилем. Но Исаак уже не так. Он получает имя прежде самого рождения. И как там ангел сказал, жена твоя зачнет в очреве и ради сына, и наречешь ему имя Иоанн. Так и здесь Бог сказал Аврааму, жена твоя Сара ради сына, и наречешь ему имя Исаак. Итак, первый вопрос. Почему одни переименованы, а другие нет? Второй за ним. А чего одни в зрелом возрасте, а другие еще прежде рождения? И это в обоих заветах. Мы обратимся прежде ко второму, потому что таким образом и первый будет яснее. Посмотрим на тех, которые получили имена сначала. И восходя мало-помалу, дойдем до первого человека, получившего имя от Бога, чтобы вопросы решились с самого начала. Итак, кому первому Бог дал имя? Кому же иному, как не тому, кто первый сотворен? Потому что до него и не было никакого другого человека, которому бы можно было дать имя. Как же он назвал его? По-еврейски Адамом. Это имя не греческое, и в переводе на греческий язык значит не иное что, как земный. Эдем означает девственную землю, а это была та страна, в которой насадил Бог рай. Насадил, говорит Писание, Бог рай в Эдеме на востоке. Чтобы знал ты, что рай был делом рук нечеловеческих, земля была девственной, не принимала из себя ни плуга, не была изборождена, но не тронутая руками земледельцев. По одному повелению Божию произрастила те древа. Поэтому-то Бог назвал ее Эдемом, что значит девственная земля. Эта дева была образом иной девы. Как эта земля произрастила нам рай, не принявши с себя семян, так и та дева, не принявши семени мужеского, произрастила нам Христа. Итак, если иудеи спросят у тебя, как родила дева, скажи ему, а как девственная земля произрастила те чудные дерева, потому что Эдем по-еврейски значит девственная земля. Если кто не верит, пусть спросит у знающих еврейский язык и увидит, что таково именно значение имени Эдем. Хоть я говорю с незнающим еврейского языка, однако ж не хочу поэтому обмануть вас, но стараюсь сделать вас непобедимыми, изъясняя вам все с точностью. Как будто бы здесь присутствовали знающие-то противники. Итак, поскольку человек создан был из Эдемской девственной земли, то и назван Адамом по имени матери. Так пчелоделы и часто и люди, называя рождающихся детей по имени матерей. Так и Бог, созданного из земли человека, назвал по имени матери Адамом. Та Эдем, он Адам. 118. Но что же из этого за польза? Люди называют детей по имени матерей, в честь родивших жен. Бог для чего назвал человека по имени матери? Что, великое или малое, хотел он сделать из этого? Точно, он ничего не делает без причины и без намерения, но все делает с великим разумом и премудростью, так как разума его нет в числах. Эдем, значит, земля. Адам, земной, перстный, из земли рожденный. Для чего же Бог так назвал его? Этим именем он хотел напомнить ему ничтожество природы его и на имени, как бы на медном столпе, выставить низость его происхождения, чтобы имя учило его смиренно-мудрию, чтобы не слишком много думал он о своем достоинстве. Мы уже по самому опыту ясно знаем, что мы земля, а он не видал, чтобы кто-либо прежде его умер и обратился в прах, но прекрасно было тело его и сияло подобно золотой статуи, только что вынутой из горна. И так, чтобы красота вида не надмила его гордостью, Бог противопоставил ей имя, которое могло дать достаточный урок смирения, потому что и дьявол уже готов был прийти к Адаму и внушать ему гордость, готов был сказать ему, будете как боги. И так, чтобы он, помня свое имя, вразумлявшее его, что он земля, никогда не мечтал о равенстве с Богом, Бог предупреждает его совесть посредством имени, наперед давая ему в самом наименовании достаточное предостережение против навета, угрожавшему ему со стороны лукавого демона, в одно время и напоминая ему родство его с землею и показывая все благородство природы. Как бы так говоря, если кто скажет тебе, что ты будешь как бог, помни имя свое и получишь достаточный урок, чтобы не принять такого внушения, вспомни о матери своей и из этого родства познай свое ничтожество, не для того, чтобы научиться унижению, уничижению, но чтобы никогда не впасть в гордость. Поэтому и Павел говорит, первый человек Адам от земли перстный. Он хотел изъяснить нам, что значит имя Адам, потому и сказал, от земли перстный, второй же человек Господь с небес. Здесь нападают на нас еретики и говорят, вот Христос не принял на себя плоти, потому что апостол говорит, второй человек Господь с небес. Слышишь, второй человек, и говорит, что не принял на себя плоти. Что может сравниться с этим бесстыдством? В самом деле, какой человек не имеет плоти? Апостол для того и назвал его, Христа, человеком и вторым человеком, чтобы из числа, из природы, ты увидел его с родства с нами. Кто же скажет, этот второй человек, Господь с небес. Но меня, скажешь, соблазняет место, о котором говорится, с небес. Когда ты услышишь, что первый человек Адам от земли перстный, уже ли считаешь его земляным и думаешь, что он только перстный и не имеет в себе бестелесной силы, то есть души ее природы. Кто может это сказать? Стало быть, как слыша об Адаме, что он был перстный, не думаешь, что он был телом, без души. Так и слыша, Господь с небес, не отвергай воплощение из-за прибавления с небес. Таким образом, первое имя достаточно оправдано. Адам назван так по имени матери, для того, чтобы не думал о себе свыше своей силы, чтобы был огражден против обольщения со стороны дьявола, который точно и сказал, будете как боги. Теперь же перейдем к другому человеку, который еще до рождения получил имя от Бога. И прекратим слово. Кто же после Адама получил от Бога имя еще до своего рождения? Исаак. Все сказал бог, Сара, жена твоя, зачнет во чреве, и родит сына, и наречешь ему имя Исаак. Бытие 17.19. И Сара, как родила его, дала ему имя Исаак, говоря, смех сотворил мне Господь. Почему? Кто, говорит, скажет Адаму, что молоком питала Сара дитя? Теперь слушайте меня с вниманием, чтобы увидеть вам чудо. Не сказала Сара, что она родила дитя, но что молоком питала, чтобы не щелкто младенца подкинутым, источники молока удостоверяли в законности его рождения. Так что Исаак, вспоминая свое имя, впоследствии находил в нем достаточное вразумление о своем чудесном рождении. Потому, говорила она, смех сотворил мне Господь, что все видели, как женщина, состарившаяся и дожившая до самых преклонных лет, имеет грудного младенца. Смех напоминала милости Божией, а питание молоком свидетельствовало о чудесном рождении, потому что это было не дело природы, но вполне действие благодати. Потому и Павел говорит, по Исааку дети обетования мы. Как там сделала все благодать, так и здесь произошел он из утробы уже охладевшей. Ты вышел из холодной воды, значит, что для него была утроба, то для тебя купель водная. Итак, видишь сходство рождения? Видишь единство благодати? Видишь, как природа везде бездейственна, и все совершает сила Божия. Поэтому-то мы по Исааку дети обетования. То есть еще один вопрос. Об нас сказано, что мы не от крови, не от похоти плоти. Как же это? Исаак не от крови, потому что у Сары обыкновенное женское прекратилось. И всякие источники крови истощилось семя рождения. Бесплодна была деятельность природы. И Бог явил свою силу. Вот мы и кончили изъяснение имени Исаака. Остается перейти к Аврааму, сынам Зеведеям и Петру. Но чтобы не наскучить вам продолжительностью, отложим это до другой беседы. И окончим слово, попросив вас, рожденных по образу Исаака, подражать кротости, скромности и всякой другой добродетели Исаака, чтобы молитвами этого праведника и всех этих предстоятелей все мы могли войти в недра Авраама по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым слава, честь и держава Отцу со Святым Духом и животворящим ныне и пресно и во веки веков. Аминь.